Здравствуйте! Это программа в Центре Событий в студии Снежана Журавлёва. На ребёнка в Сургуте упал железный школьный забор. ЧП взяли на контроль в правительстве округа. В нашем городе начался ледоход. Уровень АБИ в районе муниципалитета сейчас около 5 метров. И Донбасс в огне. В Сургу открылась выставка фотографий, которые рассказывают о жизни Новороссии сегодня. Сургутиной ребёнка упал железный забор. Инцидент произошёл во вторник вечером на территории школы номер 15. После происшествия 11-летнего мальчика госпитализировали. Информацию о ЧП передали в правоохранительные органы. В департаменте образования не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на внутреннее расследование. А обстоятельствами произошедшего заинтересовались в Следственном комитете. Там сейчас проводится проверка по признакам преступления халатность. В ходе проверки установлено, что вечером 2 мая 2017 года 11-летний мальчик вместе со своими друзьями катался на территории школы на велосипеде. В тот момент, когда он стоял возле школьного забора, со стороны улицы на забор начал залезать другой ребёнок. После чего данная секция забора повалилась, упав на ребёнка, находившегося на территории школы. После инцидента школьники побежали в образовательное учреждение, где сотрудники вызвали скорую помощь. Карета доставила ребёнка в травматологическую больницу. Отмечу, что подобный случай в Сургуте уже был. 7 лет назад на спортивной площадке по улице Кукуевицкого на мальчика упали футбольные ворота. В результате сильного удара ребёнок погиб. После этого случая в городе проверили все детские и спортивные площадки. Несколько сотен объектов, не отвечающих требованиям безопасности, демонтировали. Вероятно, и этот инцидент не останется без последствий. Ситуацию на контроле держит заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. С пострадавшим ребёнком сейчас всё в порядке, лечиться он будет дома. Пострадавший был доставлен в травматологическую больницу Сургута вечером 2 мая. Врачами проведено обследование, у ребёнка рана головы. Госпитализация не понадобилась. В настоящее время ребёнок будет проходить амбулаторное лечение. В Сургуте в среду начался ледоход. Сильный ветер, установившийся накануне в городе, стал предвестником этого природного явления. Лёд уже полностью покинул территорию Нижневартовской района и вчера достиг Сургута. Уровень воды в Аби в районе нашего муниципалитета в этом году не поднимется выше отметки в 740 см и не достигнет критического уровня. Такой прогноз дают специалисты обертышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сейчас уровень воды в границах Сургута составляет около 5 метров. Это почти на метр ниже, чем в этот же день прошлого года. Ледокол в Сургуте – это, наверное, начало новой жизни. Пришла весна, сейчас 2-3 дня холода, ну дождичек вот сейчас чуть-чуть сыпет, ветерок. Ну, 2-3 дня сейчас пройдёт, будет тепло. Лёд уйдёт, тепло начнётся. Да, лето будет. Ждём тепла. Трудно объяснить, просто каждый год как-то такое что-то неординарное, как будто бы. Хотя живём здесь всю жизнь, вроде бы казалось, привыкнуть должны. А всё равно каждый раз интересно, что-то такое необычное. 5 мая в Югре стартует весенний охотничий сезон. Продлится он всего 10 суток. Однако до сих пор не все охотники получили разрешение на отстрел дичи. Дело в том, что в местном отделении Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, которая выдаёт бумаги, принимают документы только до обеда. И все желающие отправиться на охоту законно просто физически не успевают получить заветную путёвку. В итоге огромные очереди и как следствие недовольство людей. Светлана Стебенькова продолжит тему. В Сургутском отделении Департамента недропользования и природных ресурсов Югры яблоку некуда упасть. На днях открывается сезон весенней охоты. И её любители получают разрешение. Вернее, пытаются. Выдачей бумаг занимаются всего два инспектора. Причём только до обеда. А в списке очерёдности, которые ведут охотники, больше сотни человек. Я по списку 114-й, допустим. Отмечаем. Отмечаем, заходим. Отметился, вычеркнулся, отметился, вычеркнулся. Всё, и так вот по списочку и вперёд. Что остаётся, оставляем на завтра. Завтра с утра приезжаем, продолжаем писать. Как при царе Горохе. Как в ранешние времена. В такую атмосферу с советскими списками и бесконечными очередями охотники попадают два раза в год – весной и осенью. И каждый раз, чтобы получить разрешение, им приходится тратить, в лучшем случае, по несколько часов. Люди отпрашиваются с работы. Они тратят личное время. И приходится выстаивать такие огромные очереди для того, чтобы порадоваться жизнью. Здесь работало раньше 3-4 человека, по-моему, даже на приёме. Сейчас работают два. И тем более, что ограничено время. В региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, ведомстве, которое и выдаёт разрешение на охоту на общедоступных территориях, нам пояснили, у людей было 3 недели, чтобы оформить все бумаги. И не тяни, а не до последнего очереди удалось бы избежать. Тем более, документы можно было подавать через МФЦ. По большому счёту, охотники сами создают вот эти очереди. Сами до последнего момента тянут. Реализация разрешения начинается у нас за 3 недели до начала сезона. Любой охотник имеет право прийти в МФЦ. Пришёл, обратился, подал документы. И через 5 дней спокойно пришёл, получил разрешение. Однако, несмотря ни на что, после нашего визита в местное отделение управления, документы у охотников пообещали принимать в течение всего дня. А сегодня на подмогу инженерам командировали ещё одного сотрудника из столицы Югры. Светлана Степенькова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В театре Сургу открылась фотовыставка «Донбасс в огне». Организаторы общественное движение «Антивойна», компания «Сургут Концерт» и мастерская портретов «Вертекс Арт». Генеральный информационный партнёр – наша телерадиокомпания «Сургут Интерновости». Фотовыставка рассказывает о жизни в Донбассе сегодня. Екатерина Любешева побывала на экскурсии. Идея создания выставки появилась год назад. Но организаторы посчитали, что имеющегося на тот момент материала недостаточно. Решили отправить в зону конфликта сургутского фотографа. Мастер, который просит себя называть «не иначе, как Рони», отправился в путь без вопросов и проведлений. Его паломничество по святым местам Новороссии выглядит иначе, чем мы привыкли себе представлять. Он запечатлел полуразрушенные мечети и храмы, в которых по-прежнему идут службы. Рядом кладбище, на которое лучше не ходить, потому что кладбище заминировано. Есть и такая тактика – кладбище минируют. Например, вот в этот родительский день на 137 кладбищах, которые на территории ДНР, руководство республики попросило своих жителей не посещать эти кладбища, потому что они заминированы. На фотографиях подвалы и погреба, в которых жители ночуют. Больницы в осколках. Голодные глаза детей, дождавшихся гуманитарной помощи. Старики, живущие коммунами по 10-12 человек. Танки у остатков зданий, которые когда-то были детскими садиками. Рони сказал, что обязательно поедет еще. Цель фото-выставки – собрать какие-то средства. Это все для детей Донбасса. Ну и как бы показать, что все-таки война, она не где-то там далеко, она очень рядом. И это касается всех. На Донбассе у нас есть волонтеры, которые покупают все необходимое, отчитываются, то есть все прозрачное. Фото-выставка «Донбасс в огне» и ящики для желающих помочь материально расположены на втором этаже театра «Сургум». Организаторы очень рассчитывают на сострадание сургутян. Можно и просто посмотреть. Вход на выставку свободный. Полный отчет о финансовой помощи жителей нашего города будет показан на странице Андрея Лысенко во Вконтакте. Он фотографирует чеки, снимает видеообращения людей, которым он помог, с благодарностью. Очень символично, что в день открытия выставки в театре «Сургу» давала концерт певица Юта. Автор и исполнитель порядка 140 песен. Эта миниатюрная и приятная девушка с сильным голосом была в ДНР дважды с начала военных действий. Крайний раз два года назад попала со своей командой в самое пекло. Несмотря ни на что, запланированные концерты успешно состоялись, и о них Юта ни капли не жалеет. Если ты выбрал эту профессию, и если ты можешь подарить людям радости, можешь поддержать, то ты не просто можешь, а ты обязан. Поэтому собрались и поехали. Было несколько острых, неприятных моментов, в которые мы попали, пересекая границу. Но, в общем, зато есть сейчас о чем вспомнить. Всем людям искусства, кто сомневается, ехать с гастролями в Донбасс или нет, у Юты один ответ. Если есть слушатель, который хочет тебя видеть, однозначно ехать. Ответная любовь и благодарность не заставит себя долго ждать и даст твердую почву для будущих свершений. Екатерина Любешева, Борис Шабалдов, Сургут, Интерновости. Танец с саблями исполнили на виолончели. В филармонии выступило знаменитое трио имени Хачатуряна. Концерт в двух отделениях исполнили Армине Григорян фортепиано, Карен Шахгалдян скрипка и Карен Качарян виолончель. Музыканты гордятся своим послужным списком, в котором выступления в лучших залах мира, в том числе в США, Швейцарии, Германии, Японии, Австралии, Китае, Испании, России. Концертную программу, которую играли в Сургуте, посвятили 75-летию со дня премьеры балета Арама Хачатуряна Гайне. Так что помимо таких классических произведений, как «Времена года» Чайковского, со сцены филармонии прозвучало произведение «Танец с саблями» из вышеупомянутого балета. Вершины Безверхова. В Центральной городской библиотеке имени Пушкина открыта выставка «Горы и люди». Экспозицию посвятили памяти основателя альпинистского движения в Сургуте Сергея Безверхова. В этом году ему могло бы исполниться 85 лет. Собрание включило в себя любопытные документы, например, дневник покорения Памира, фотографии со спортивных сборов легендарного сургутянина, переписки с коллегами-альпинистами. Не обошлось и без других доказательств покорения 150 вершин, элементов полной экипировки. Погиб Безверхов в своей стихии при спуске с горы в Тяньшане почти 30 лет назад. За год до трагедии стал обладателем официального жетона «Покоритель высочайших гор СССР». В Сургуте есть улица, названная в его честь. В театре Сургу прошла игра КВН «Medical People». Организаторами выступила Сургутская станция скорой помощи. Праздник медицинского юмора организовали в честь Всероссийского дня рождения службы. Участие в КВН приняли работники трех подстанций скорой и оперативный отдел. Оценить игроков приехали не только местные работники медучреждений, но и представители Департамента здравоохранения ЮГРЫ. Если у них такая профессиональная трудная работа и остается присутствующий юмор, это именно те лица, которые правильно выбрали свою профессию. Потому что многие у нас повольняются, не удерживают психотравм, нагрузок и уходят. А если у человека юмор, он еще в состоянии шутить, это его. Это именно тот человек, который должен работать на этом месте. Организаторы отметили, что в этом году командам предоставили полную свободу. Они шутили об интернах, ночных сменах и беспокойных пациентах. Выиграли в конкурсе медицинского юмора сотрудники оперативного отдела скорой. Поддерживали игроков в этот вечер коллеги, друзья и студенты Сургутского медколледжа. Религиозные объекты Сургута скоро преобразятся. Власти города поддержали инициативу компании «Светодизайн ЮГРА» разработать концепцию архитектурно-художественного освещения. Какие храмы планируется украсить и как будут выглядеть объекты в новом свете, знает Ольга Нахаева. В Сургуте уже есть места, которые стали акцентом в вечерней панораме благодаря освещению. Например, храм Георгия Победоносца для тысячи горожан особое место. Идея осветить еще четыре религиозных комплекса – инициатива компании «Светодизайн ЮГРА». В первую очередь поддержали это сами настоятели храмов, полностью согласовали все наши эскизы. И мы также сейчас проходим через художный совет, общественный совет, которым мы согласовываем все эти эскизы, как будет у нас выглядеть подсветка этих храмовых ансамблей. В городской и окружной бюджеты не заложены статьи расходов на подобное украшение Сургута. Разработку эскизов и монтаж компания взяла на себя. Кстати, любой желающий сделать город красивее может принять участие в покупке осветительного оборудования. Вот эта идея сделать художественную подсветку храмов – это вот не что иное, как не просто подчеркнуть красоту вот таких мест, которые притягательны для нас, но и кратно ее еще усилить, эту красоту. Эскизные проекты освещения четырех храмовых ансамблей уже готовы. Мечеть, Преображенский собор, Часовня Святой Троицы и Храм Николая Чудотворца скоро будут радовать горожан новым обликом. Конечно, это красиво. Я согласна и думаю, что это добавит настроение в определенное время. Особенно если мы на севере живем, наверное, не хватает света. А все, что будет красиво, красочно, это будет замечательно. Настроение, я думаю, поднимет. Да, оно красиво смотрится, как на домах особенно. Конечно, желательно бы. Лично мне нравится, красиво. Очень хорошо. Сургут – нарядный город. Авторы проекта планируют завершить все осветительные работы на четырех объектах в следующем году. Кстати, компания «Светодизайн Югра» уже заложила проекты светового оформления и тех комплексов, которые сегодня еще находятся в стадии строительства. Например, монастырь в честь иконы Божьей Матери «Умиление» в микрорайоне ЖД. Ольга Нахаева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. К этой минуте все. Вечером новостей будет больше. Оставайтесь с нами. До встречи на наших каналах. Торговая марка «Ринго» – эстетика утонченной и изысканной роскоши. Этой весной представляет эксклюзивные коллекции «Мистика», «Символ», «Русские царевны», «Кристалл». Большой выбор изделий с жемчугом. Ювелирный салон «Ринго». Ваша шкатулка фамильных драгоценностей. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Сургуте с 26 апреля по 6 мая. ДК «Камертон». Красивая, удобная, стильная – все это про обувь «Жетта». Женщинам красота и индивидуальность. Мужчинам уверенность каждый день. Детям яркость и комфорт. Салоны обуви «Жетта» – отличная обувь для всей семьи. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленной в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5-2, салон «Рубин». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Желюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метро-сеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Пасхальная акция продолжается. Только до 25 мая скидки до 200 тысяч рублей на квартиры в готовых домах. Цена на квартиру в доме повышенной комфортности жилого комплекса «Вдохновение» от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек. А также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ. 3.2. Первый этаж. Здравствуйте. Информация о погоде на 4 мая. Студия Алина Белявская. Погода в Западной Сибири ненастная и ветреная. Под влиянием мощного циклона. Он доставляет в регион массивы плотной облачности, облажные осадки в смешанной фазе, обеспечивая гололедные явления и аномально низкое атмосферное давление. Сегодня днем в Сургуте окрестностях облачно с неустойчивыми прояснениями кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западные 5-10 метров в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 8-13, а вечером похолодает. В магазине «Домашний погребок» большой выбор дистилляторов, дубовых бочек, тульских и персидских самоваров. Эксклюзивная стеклотара для солений, изготовления и хранения различных напитков. Пусть праздник всегда будет с вами! В магазине «Домашний погребок» с 1 по 9 мая скидка 10% на весь ассортимент. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 749 мм штутного столба. Красный, желтый, зеленый. Поехали! Огромный выбор автокресел для веселых и безопасных путешествий. Только в «Карапузе» на нефтьюганском шоссе 22-1. И даже в кредит! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть ваши планы сбудутся и до встречи!